Категория Аристотеля Как понимается, собственно, его понятие, будет ясновать понимание его философии вообще. Ну, понятно, что для любого философа правильное истолкование его категории существенно для понимания, в принципе, его философии. Ну, начнем мы с метафизики, и поэтому в метафизике главный вопрос – это что и сущее. Поэтому сначала разберем такую категорию, как сущее. Да, вот по-гречески это он. Этот термин распадается на два существенных ветки, которые делятся по смыслу. Первый смысл связан с тем, что нечто существует само по себе. А другой существует по совпадению, или как у нас переводится, приходящим образом. И я раньше думал, на самом деле, что вот это вот катгауто означает, имеет такой же смысл, как у Платона, а именно отдельное существование, отдельное самостоятельное существование. Но под категорию категорию катгауто у Аристотеля входят все категории. То есть не только усия, да, сущность, но и вообще все категории. Это странно. Получается, что сущим самим по себе также являются все категории, кроме первой категории, которая отвечает на вопрос «что?», то есть «ти», да, сущность. Также категории остальные – это качество, количество, отношения, место, время и прочее. А в отношении, опять же, если смотреть то, что относится к катасиумбикоз, то под этим имеет в виду то, как я раньше думал, что имеет в виду то, что связано, если брать аналогичные рассуждения у спиноза. Да, у спиноза есть представление о субстанции. Субстанция называется то, что существует само в себе и постигается само через себя, а как бы вот у него есть существенное разделение между такой субстанцией и модусами. Модусы – это то, что существует в другом и постигается через это другое, да. Я вот думал, что катасиумбикоз, она вот относится к этим модусам. Причем, как бы, примеры, которые приводит сам Аристотель, ну, что вот, например, является вот этим катасиумбикоз – это по совпадению. По совпадению или по его иску, как превходящим образом. Ну, кто читал, как бы, наш перевод Аристотеля в метафизике, сталкивался с этим термином. Просто по совпадению так, как переведено, допустим, в физике. Один и тот же термин. Так вот, он имеет в виду, допустим, такой пример, что вот для человека существенным будет, например, быть живым существом. Это вот будет относиться к тому, что катасиумбикоз, да, а вот катасиумбикоз, вот человек, например, белый, да. То есть человек может быть черный, как бы, а то есть белый – это нечто, как бы, по совпадению. То есть нечто, не относящееся к тому, как мы определяем сущность. Ну, это об этом будем немножко дальше говорить. Или, например, катасиумбикоз – это относится, например, к образованной, да. То есть вот человек может быть образованной, а может быть не образованной. То есть к сущности человека не относится существенно, да, вот то, что он может быть образованной. И на самом деле, как бы, после какого-то время размышлений я понял, на самом деле, что вот катасиумбикоз означает не то, что у спиноза называется модусами, да, и не то, что я думал, что означает нечто случайное, да, или это то, что не существует само по себе. Это значит как? Это означает, что существует в другом, да, вот то, что называется модусами. На самом деле нет. На самом деле катасиумбикоз имеет чистое отношение к сущности, да, И разделение между ними, которые по смыслу, и по смыслу здесь происходит некое деление понятия, то есть деление термина. И смысл здесь деления термина состоит в том, что сюда относится то, что относится к сущности, то есть относящееся к сущности. То есть то, что говорится о сущности. А катасиум бибикос или то, что по совпадению, это то, что несущественно. То есть то, что не говорится о сущности. Иначе говоря, ведь сущность это, как мы определяем сущность, допустим, что такое человек. Мы его определяем через родовидовое отличие. И род мы берем, исходя из того, что усия, то есть сущность определяется через ближайший род, к которому она относится. Ну, допустим, у человека ближайший род будет живое существо. А видовое отличие, да, диафора, она должна, на самом деле, указать некую отличительную характеристику у всех живых существ. Вот у нас есть общее живое существо, нужно указать такие характеристики у всех живых существ, которые бы выделяли среди них человек. И вот эта диафора, она как раз связана с категориями. Мы когда будем предлагать некое видовое отличие, мы будем искать, допустим, качество, количество и прочие другие характеристики, которые связаны с категориями. Иначе говоря, категории как раз говорят о сущности. Ведь у Аристотеля сущности, опять же, здесь надо просто заметить некоторые замечания, в категориях он говорит о том, что сущность, он определяет, что есть два вида сущности. Есть вот первые сущности, то есть в собственном смысле сущности, да, то, что, ну, те вот единичные предметы, которые мы имеем в чувственном опыте, да, это, например, вот этот вот данный конкретный человек, вот данное конкретное животное, или вот данный конкретный камень, да. А есть вторые сущности, вот вторые сущности, это как раз виды и роды, да. И вот как раз вот виды и роды, категории, вот они существуют как от Гаута, потому что они относятся к сущностям. И вот это вот деление сущего, да, по линии, то, что существует само по себе, и по линии того, что существует по совпадению, оно как раз проходит по линии различий не то, что относится к сущности, а то, что не относится к сущности. Здесь возникает вопрос, а куда же ушел, куда сместился смысл, который в кадр Хаутов вкладывал Платон? Ведь на самом деле Платон как раз когда обсуждает отделение эйдосов от многих, когда он обсуждает самостоятельное существование эйдосов, он имеет в виду вот этот смысл, что эйдосы должны как-то существовать сами по себе, и одним из важных существенных доводов в защиту этого состояло то, что должно существовать знание. Иначе если эйдосы не будут отделяться от многих, то знание не будет существовать. И поэтому он вот это вот кадр Хаутов именно понимал как некое самостоятельное существо. На самом деле вот это вот если смотреться в теоремен самого Аристотеля, когда Аристотель обсуждает вопрос об отделимости, он использует такой термин как Харисто. Аристотель – это отделенный или отделяемый. Это глагольное прилагательное. Изначально в этом корне находится, в этом слове находится корень, связанный с пространственностью. Хора – это страна, либо место, земля. Хоридзе – это отделять, выделять долю, это выделять долю земли и так далее. То есть изначально вот корень в этом слове, он связан с пространственностью. И поэтому правильное понимание отделенности, оно именно связано с пространственной отделенностью. Потому что Аристотель везде замещает, что ничего, кроме сущностей, не существует само по себе отделенно. Вот в смысле этого слова Харистот. То есть только сущности существуют отделенно. А все остальное, что мы усматриваем в сущностях, категории, общие понятия, а также то, что существует катасу и бибикос, все это существует в сущности и через сущности. Так вот, иначе говоря, для Аристотеля вопрос о том, как существуют эйдосы, как существуют общие понятия, как существуют категории, роды и виды, изначально решен. Он решен тем способом, что отделенным существует только сущности. Он много раз в метафизике в разных местах это повторяет, что отделенным образом существует только сущность, что все остальное существует только через них. Ну и по этому вопросу, поскольку этот вопрос у него решен, то смысл вот этого катгауто у него перестал значить как отделенность в смысле пространственной отделенности. И стал значить само по себе в смысле как бы тому, что относится к сущности, к тому, что существует в пространственном смысле как само по себе. А вот у Платона отделенность эйдосов от многих, оно понимается в смысле пространственной различенности. То есть у Платона, точнее, надо было правильно вот так сказать, у Платона, в отделенности есть два смысла. Отделенность в смысле того, что одно отделено от другого пространственным образом. То есть первое, отделенность, да? Это пространственная отделенность. А вторая отделенность мысленная, да? То есть та отделенность, которая связана со знанием. Ведь знание как возможно, если мы мысленным, то есть каталогом, да? Каталогом. Если мы каталогом, то есть мысленно или согласно порядку речи, да, можем отделить нечто в сущности, да, одно от другого, например, материя от формы. То, тем не менее, мы понимаем, что тем не менее, стоит говорить, что мы не можем отделить пространство на материю формы, разорвать, да, вот в этом смысле, в первом смысле. То есть она не отделяется в первом смысле, да, в том смысле, что не существует материя сама по себе, пространственно и удаленно, а как бы форма сама по себе, да? Но тем не менее, мы можем форму мысли, да, то есть иначе говоря, мы можем форму от составной вещи отделить. А вот у Платона вот эти два смысла, они не различены еще. То есть Платон это не различает, у него просто является, что пространственная отделенность, да, и мысленная отделенность, это одна и та же отделенность. И поэтому, когда он говорит о знании, да, о том, что должно быть знание, и поэтому Идусы должны быть отделены, то он почему-то при этом имеет в виду, что они должны быть как-то отделены как-то в пространстве, да? То есть для Платона этот вопрос еще не был решен. И, собственно, долгое время я не понимал, почему каждый раз Аристотель ставит вопрос об отделенности, что он имеет в виду. Потому что, согласно Аристотелю, в составном существе форма от материи не отделяется. Казалось бы, всем понятно, что она отделяется как-то мысльно, а мы можем же форму мыслить отдельно от материи. И, тем не менее, постоянно говорит, что она как-то не отделяется. На самом деле, я говорю, что единственный способ, каким можно понять это, это говорить о том, что форма материи не отделяется пространством, но, тем не менее, форма может отделена от материи быть мысльно. Вот это то, что касается такого термина как сущие. Вот он таким интересным образом получается, что сущим является не только сущность, но и все категориальные характеристики этой сущности, да, поскольку они существуют только через сущность, да. То есть, это все качественные характеристики, все количественные характеристики, место времени, отношения, больше-меньше и прочее. Но еще категория подойдет дальше. Вот это существенное завещание, которое относится к такому термина, как сущие. Кроме того, что сущие вот раскладывается согласно тому, что существует сама по себе и тому, что существует катасиум бибикос, История говорит о том, что еще так же о бытии, то есть о сущности, говорится в двух смыслах. Да, тот был первый. Еще это в смысле истины и лжи, и в смысле потенции, да, потенциальности и действительности. Ну потенциальности это дюнамис, а действительность это интелехия. Вот такой смысл, связанный с термином сущим. На самом деле, когда Аристотель в метафизике, главным вопросом в метафизике является вопрос о том, что есть сущность, то есть он задается вопросом «Ти, то он». Я понимал это тем способом, что он пытается исследовать, какие разные смыслы понимаются под термином сущность. И тем не менее, сам Аристотель как бы переходит от этого вопроса сразу к вопросу Тисусе, да, что это, что и сущим. Ну вот у меня этот переход несколько был загадочным и непонятным, потому что у него сущим, да, вот являются как бы многие, все категории являются сущими сами по себе, да. И почему он как бы выбирает только первую категорию, это не очень понятно. Но на самом деле, если вдуматься, вот этот вот вопрос Ти. Дело в том, что первая категория, в трактате категория, она называется сущность. На самом деле, во всей метафизике, эта первая категория обычно, они говорятся как АТИ. Да, и вообще, если посмотреть как Ти, то есть что, и вообще, если посмотреть как категории выписаны, то они выписаны, все 10 категорий в виде, не 10, а первые 6 категорий, да, потому что я уже о категориях рассказывал, что категории есть не что иное, как различные способы, характеристики, различные стороны, характеризующие предложение, да. То есть, вот, первая категория, да, это отвечающая на вопрос, что, да, это Ти, да, она отвечает, она как бы отвечает за подлежащее, да, за существительное, которое за то, о чем говорится, да, там, другие, другие, как бы, категории, они характеризуют характеристики этого подлежащего, да, там, характеристики, связанные с качеством, количеством, характеристики, связанные с отношением, там, характеристики, связанные где и когда, и вот все эти характеристики, да, вот, они на самом деле, есть не что иное, как вот характеристика, наслящаяся подлежащему, а вот остальные 4 категории, последние, они связаны с характеристиками, наслящимися глаголом, но я об этом уже рассказывал, просто сейчас напоминаю, о чем идет речь. Так вот, все эти первые 6 категорий, они на самом деле даны как своего рода вопрос, да, то есть, первая категория отвечает на вопрос «что», вторая категория на вопрос «каков», третья на вопрос «сколько», четвертая на вопрос «прости», то есть, в каком отношении и так далее, да, где, когда, и поэтому первая категория было бы правильно называть не сущность, да, было бы правильно называть этот вопрос «что», и поэтому, когда вот здесь пишется что-то, то «ти», то «он», да, то «ти», вот это, оно переводится как «что». И, собственно, если мы спрашиваем «что» есть сущность, то и ответ на него, естественно, связан с тем, что сущность, да, потому что именно сущность есть то, что является, что отвечает на вопрос «что». И поэтому вот сейчас мы подойдем к обсуждению того, что такое сущность. Но предварительно, опять же, надо вот сделать некое замещание, что вот мы привыкли говорить о том, что сущность существует у всех вещей, и у тех вещей, которые существуют по природе, да, и у тех вещей, которые мы сами искусственным образом делаем. На самом деле у рисутили здесь есть некое различие. Различие это состоит в том, что он различает от вот, собственно, сущности, да, сущность, да, и вот некого рода изделия, да, которые мы делаем, создание. Чем отличается создание от сущности? Сущность имеет внутри себя некого рода природное задато, природное начало, то, что называется фюсис. И этот фюсис проявляется в том, что сущности имеют внутреннее некое стремление. Когда рисутили говорит о возникновении и уничтожении, у него вообще этот вопрос очень важен для него, да, как происходит вообще любое изменение, то он имеет в виду, что на самом деле вот сущности, они влекутся, стремятся к чему-либо, да, исходя из некой внутренней своей природы. У них как бы вот есть нечто, да, что вот их заставляет двигаться в определенном направлении. И это направление не просто так, да, случайным образом выбрано, а на самом деле весь космос, да, вся Вселенная, она имеет вот некую телеологическую направленность, да, ну, имеет некую единую цель, то есть стремление к некому благу. И вот все природное стремится вот как бы занять правильное положение, свое естественное положение. И вот это вот стремление занять естественное положение, это и называется как бы природой, да, это вот и есть та вот цель, которая есть вот внутри любой сущности. Но мы когда, мы сейчас подойдем к определению того, что такое сущность, как бы, и это будет еще тем более ясно. А вот когда говорится о поэсисе, то в поэсисе это есть нечто, что мы созидаем, да, а мы созидаем тем способом, что вкладываем в материю свою форму, да, ту форму, которую мы сами мыслим. Допустим, мы создаем там ложи или создаем стол, да, конечно же мы создаем, используя природные сущие, то есть мы используем материю, да, допустим, используем дерево там, или если строим дом, используем камень. Но тем не менее, вот форма этого дома и форма ложи там или стола, они не являются природными формами, да, это некие формы, которые мы вкладываем в мир. И вот в этом смысле вот этот вот поэсис, если брать его со стороны своей формы, она не имеет вот этого природного стремления, да, вот фюсис. Но косвенно, во вторичном смысле, да, оно имеет, поскольку, допустим, стол, он сделан из дерева, да, и дерево является сущностью, да, и несмотря на то, что дерево воплотилось, ну, в виде там некой поверхности стола, то тем не менее, как бы, она свою, вот свою внутреннюю сущность, да, вот этот фюсис, да, оно сохранило. И поэтому вот поэсис, то есть создания наши, они являются сущностью только во вторичном каком-то смысле, причем Аристотель часто просто даже, как бы, сомневается в том, являются ли они вообще сущностью. Ну, там есть даже такой у него пример, что если ложа зарыть в землю, то вряд ли, как бы, из него вырастет другое ложе, да, из него, в лучшем случае, оно там сгниет, там, на этом месте вырастет там дерево. А вот в сущностях природных, то вот этот человек рождает человек. Вот постоянный пример указания на природную сущность. То есть внутри природной сущности уже вот существует вот это вот некое начало, которое порождающее начало, да, вот некое начало стремления. И поэтому, когда говорится о поэзисе, то... Ну, тут надо как бы еще указать, что вот поскольку вот есть такое развлечение на... на сущность и создание, да, то необходим какой-то средний термин. И вот этот средний термин есть, вот, насколько я понимаю, да, вот наша ТОТИ... Вот этот загадочный термин N-E-N-E, он не столь загадочный, да, который означает то, что было, то... что... то, что было, есть, да, это N-E-N-E, это инфинитив глагола быть. Это прошедшее время глагола быть. В третьем лице. То есть, как бы, вот это ЧТО, ЧТО, ЧТО БЫЛО, есть, то, что было, есть, а это как бы субсантивация всего этого выражения. То есть, вот этот глагол N-E субсантивирован здесь в том смысле, что он передает именно бытие. То ТОТИ N-E-N-E, вот этот термин, да, вот то, что у нас переводится суть бытия, он на самом деле, как я понимаю, все-таки объединяет и сущность, и создание, да, вот в нечто, что можно было бы сказать, что вот некая вот конкретная данная... некая конкретная данная единичная, да, вот она представляет собой вот эту вот суть бытия. Но эта вот суть бытия, она может дальше быть рассмотрена с позиции того, что представляет собой уси, и с позиции того, что она представляет собой поэсис. Пром поэсис, опять же, тоже в каком-то отношении, во вторичном тоже представляет собой сущность, поскольку она... мы создаем вещи в этом мире, используя природный... природный материал, камень, дерево и прочее. Ну и вот сущность, мы потом приблизимся к этим, она на самом деле, этот термин немного двоится, да, и вот когда я говорю о сущности, здесь всегда вот возникает такая странность, потому что с одной стороны сущность есть первая категория, то есть является чем-то общим, но тем не менее, это противоречит тому, что как бы об этой сущности сам Аристотель говорит, он говорит о том, что сущность есть то, что... сущность есть то, о чем сказывается все иное, и о чем она... а сама сущность ни о чем не сказывается, а с другой стороны вот сущность как бы есть вот эта вот эта... последняя... последняя подлежащая, да? То есть, собственно, как бы означает и вот конкретного, конкретный, единичный... единичный... единичного индивида. ну, там, вещь или человека. Ну, человека, там, человеческий организм, небесные тела и прочее. причем это двоение, оно на самом деле связано не только с сущностью, оно связано также еще и с понятием подлежащего, да, вот я тут уже его записал, хьюпе кеменон, там тоже получается, что оно двоится, в зависимости от того, относится ли оно к порядку мира, да, к самому по себе или к порядку языка. но мы к этому, еще все-таки подойдем немножко дальше. Давайте вот разберемся с тем, что представляет собой сущность, если как бы не пытаться ее сейчас пока анализировать, а исходить из того, что о ней делает сам Эристотель. Ну, вот Эристотель, мы сейчас как бы действительно разбираем теле, и поэтому мы как раз пытаемся сейчас разобраться, что означает сущность, да, Усия, да? Сам Эристотель в книге, в книге, по-моему, Зетта говорит о том, что вот сущностью является вот этот Тотти Эне-Эне, потом роды и виды, Генос и Каэйдис. Далее он говорит про как общие понятия, но мы его запишем в следующем, да, мы запишем Католу, это общие понятия. И вот четвертым он говорит о вот этом Юпе Кеймене. это подлежащие. Я вот как-то, опять же, когда я рассказывал об Эристотеле, вот эту вот Католу, ну, согласно тексту, согласно вот этой книге Зетта, отнесся к тому, что относится к сущности. На самом деле, при ближайшем исследовании, ну, читая другие места, выясняется, что вот все-таки ведь Католу, да, это и есть нечто общее, да, а общее говорит не о чем, говорит о многих вещах, да, то есть общее не является вот этим последним подлежащим, да, оно не является то, тем, о чем говорит все остальное, да, оно само ни о чем не говорит, да, ведь оно же, как общее понятие, говорит о многом. Поэтому Католу, на самом деле, не может быть вот этой первой сущностью, да, но может быть, она является второй сущностью, но если мы заглянем в категории, где роды и виды являются вторыми сущностями, то кроме родов и видов никаких других вторых сущностей нет, и поэтому, на самом деле, вот Католу не является сущностью, то есть общие понятия, а что, какие-то общие понятия? Я думал, что на самом деле имеется в виду общие понятия, в смысле Платона. То есть, в смысле понятия справедливости, добра, вот такие красоты, вот такие фундаментальные общие понятия, которые отличаются, с одной стороны, от родов и видов, потому что здесь не тот же родоположный, а с другой стороны, от категорий. Но на самом деле оказывается, что и роды, и виды есть катулы, и категории есть катулы. То есть, катулы просто означают, просто общее понятие в самом широком смысле. И вообще, если посмотреть, как устроено это слово, то на самом деле его можно расчленить. То есть, это просто некое слитое слово. А можно было бы записать так, как ката плюс голен. Просто ката требует родительного падежа, и поэтому здесь образуется католю. А это означает, если переводить его буквально в смысле, голен, это означает целый, да? Согласно целому. То есть, рассмотрение согласно целому. И поэтому, как бы, вот это, то, что рассматривается согласно целому, естественно, в смысле не может быть сущностью, да? Потому что она говорит о многом. Ну, что значит целому? И сам Аристотель в одной из книг тоже говорит о том, что вот католу, ну, в частности, вот, он сюда относит также математические объекты, относит идеи, да? Она не является сущностью. Но почему же тогда Аристотель в книге, вот, в этой известной книге Зе, да, воспотребляет вот эти общие понятия католу как нечто, относящееся к сущности? На самом деле, если посмотреть на текст, опять же, и пытаться вот исследовать текст, то когда он говорит о многозначности термина сущие, да, он использует такой термин, как поллохос. То есть, он говорит о том, что, то он легитай поллохос. То есть, он говорит о том, что вот оно, имея в виду, что вот сущие, то он, да, оно имеет многозначности некоторую, да, существенную многозначность, которая связана просто с самой сутью дела. Потому что ведь категории, они различаются друг от друга существенно. Как он в одном месте говорит, они различаются родом, гены различаются. И вот это вот различие, оно не сводимо друг к другу. И вот это различие, оно как бы существенное. А когда вот здесь он использует, он говорит о том, что сущность тоже точно так же говорится многочисленным образом, то он использует другой термин. Он использует плеонахоз. И вот есть подозрение на самом деле, что вот этот термин плеонахоз, он связан с тем, что вот как бы термин сущность просто различным образом употребляется. Иначе говоря, имеется в виду, каким образом этот термин имеет хождение в философии. Ну то есть в этом плеонахоз есть некая избыточность. То есть когда говорится плеонахоз, то имеется в виду существенная многозначность, а когда и плеонахоз, то имеется в виду как бы некое предварительное введение того, что в принципе каких смыслов-то имеет слово. Причем как бы если посмотреть за сам текст, то там возникает вот при перечислении того, что представляет собой сущность, так же вот глагол доки. А вообще говоря, этот глагол, он имеет вот такой характер сомнительности. Характер как бы вот, характер кажемости, да, вот как кажется. То есть в другом месте, вот сейчас как мы это место опять же будем рассматривать, да, когда он будет конкретно опять же перечислять, что является сущностью, но опять употребляет этот глагол. Глагол докео, как бы казаться, да. И вот эти вот характеристики текстуальные, некоторые наблюдения указывают на то, что мы можем смело как бы вот этот католу, да, то общее понятие отсечь, да. И это соответствует общему смыслу того, что философия Аристотеля, чем при философии Аристотеля является сущностью. То есть философия Аристотеля сущностью является вот эти вот единичные вещи или единичные живые организмы, или единичные планеты, или там звезды и прочее, да. Или простые тела, также единичные простые тела. То есть вот все, что касается вот единичности. Я специально пытаюсь просто перечисляя, а не использую эти термины сущность, да, для того, чтобы не сказать масло-масло. Для того, чтобы как бы вот этот вопрос еще раз прояснить, необходимо как бы указать некие примеры, да, вот Аристотель эти примеры приводит, да. И что же он, что же в другом месте, там, в книге, по-моему, Дельта, вот что же он называет сущностями? Вот он сущностями называет простые тела. Например, земля, огонь, вода и тому подобное. Что такое простые тела, да, вот? Простой – это значит у Аристотеля Ахаплос. Вот этот термин тоже, на самом деле, требовалось достаточно как бы внимательно все-таки отслеживать. Ахаплос означает такая простота, которая неразложима далее. Да, вот что значит простой тело? Вот он это перечисляет. Простые тела – земля, огонь, вода и прочее. Это то, что на самом деле является элементом. Вообще говоря, элементов таких вот простых тел. Четыре, да? Мы знаем четыре элемента, да? Это у нас огонь, воздух, вода и земля. Вот эти вот огонь, воздух, вода и земля называются простыми телами. На самом деле, как бы, есть еще одно простое тело. Он называется первым простым телом. Это эфир. В латинском выражении это пятый элемент квинтэссенции. Ну, как бы мы до него дойдем, да? Вот это вот называется простым телом. То есть, дальше элементов ничто не разложим. Собственно, вся динамика возникновения и уничтожения, она происходит вот, связана вот с тем, что вот эти четыре элемента переходят друг к другу и взаимодействуют друг к другу. Далее читаем. Далее. Вот он перечисляет, что является сущностью. Всего сущностью являются вот такие простые тела и их счастье. А также вообще тела и то, что из них состоит. Живые существа и небесные светила. Ну, он имеет в виду, на самом деле, что все тела, они состоят вот из этих четырех элементов. Ну, кроме небесных светил. На самом деле, здесь существует, опять же, такое интересное развлечение, связанное с тем, что вот природа, то, что вот Фюсис, да? И Уранос, то есть небо, а это, на самом деле, существенно различные области. То есть, мы привыкли говорить о том, что природа включается и всю Вселенную, в том числе и небо включается в природу. А у Аристотеля природа, она относится только к подлунному миру. То есть, природа поднимается только до уровня Луны. То есть, вот, если взять вот, у Аристотеля Земля представляет собой сферу, да, и вся Вселенная представляет собой сферу, и вот если вот это вот, если вообразить эту вот сферу, да, в центре которой находится Земля, вот Земля, да, и вот где-то здесь находится Луна, то вот эта вот сфера, вот это как бы разрез, да, этой сферы, до Луны, называется подлунный мир, вот, собственно, он только является Фюсис. А вот остальная сфера, да, остальная, от Луны и дальше до крайней сферы, крайней сферы, это Уранос, небо. В общем, вот этот Уранос, небо, да, именно в этом небе как раз и существует это такое простое тело, еще одно простое тело, Гаплос, да, Гаплос-сома, Гаплон-сома, да, которое называется квинтэссенцией. Причем эта квинтэссенция, она неуничтожима, и если вот эти вот четыре стихи, они друг друга переходят, и на основном на базе их происходят все изменения и движения, то вот квинтэссенция не смешивается не совсем с этими четырьмя элементами, она отделена, да, вот оно, она отделена пространственно, и она неизменяема, как бы, да, и, собственно, как бы этот есть тот, если можно так выразиться, да, материал, из которого состоит небесные светила, да, вот само небо, и в том числе и Бог. Ну, что интересно, как бы, вот... Я немножко забежал вперед, да, по поводу теологии. Ладно, мы как бы теологию оставим потом, наконец. Давайте как бы просто продвинемся дальше. Вот он говорит вначале, что простые тела. Тела, на самом деле, это вот четыре стихии плюс одна. Одна, один эфир, да, потому что, ну, эфир не смешиваемый с этими, с другими стихиями. Дальше то, что состоит из них, ну, то есть это просто тела. Все тела природные, они состоят из элементов, да, из этих четырех элементов. Тела. Ну, он говорит, тела, а какие он имеет в виду тела? Это... Это... Просто тела, но имеет в виду тела, ну, не живой природы. Живой природы и живой. А также небесные светила, да? Ну, потому что небесные светила из эфира состоят. Ну, а равные счастья их. Ну, вот это вот... Далее он указывает на то, что... Сущностью также называется то, что находится в таковых телах. Он имеет в виду душу. Души. Потому что она является причиной бытия. Потом сюда же относится то, без чего вот эти тела не могут существовать. Но на самом деле он опять же здесь употребляет тут глагол доки, да? Потому что он имеет в виду, что вот некоторые так считают, да? Части, которые находятся в такого рода вещах, определяют, отличают их как определенные нечеты, с устранением которых устраняется и целое. Например, с устранением плоскости устраняется тело. Как утверждают некоторые, да? Ну, вот на самом деле, вот это то, что связано с Католу, да? Потому что это фактически разговор о математических объектах. Вот как раз это как раз надо будет упустить, опять же, на том основании, что... о котором я говорил. Ну и последнее. А, имеется в виду судьбы тия вещей, да? Вот то, наша то, ти, н, эйны. Ну, что здесь интересно? Интересно, как резюмирует вот это перечисление, которое указывает здесь Аристотель. Он резюмирует это тем способом, что на самом деле все это можно свести к двум, да? И эти два обозначают с одной стороны в смысле последнего субстрата, да? Имеется в виду в смысле материи, а в другой в смысле формы. То есть вот все многообразие того, что представляет собой сущность, может свести к тому, что мы называем материи, и к тому, что мы называем формой. Но если посмотреть, как бы, в другом месте, да, как раскладывает Аристотель, то, что представляет собой сущность, он говорит о том, что вот сущность, если мы вглядываемся в нее, да, вот она вот, мы видим, что в ней можно различить вот форму форму и материю. Юлия – это материя, морфа – это форма. Ну, что интересно, Аристотель часто в слову форма использует в качестве этого термина используют не только морфа, а также используют еще Эйдес, иногда Фюсис, и даже в одном месте Парадейма. Ну, это физики. Что такое морфе? Морфе – это форма, как она дана непосредственно в чувственном восприятии, да, то есть это чувственное воспринимаемое форму. А Эйдес – Эйдес – это та же самая форма, но только уже в нашей душе. То есть, это Эйдес в нашей душе, вот разница между Эйдес и Морфе состоит в том, что Эйдес есть знание, да, если так можно выразиться, о форме, которая является реальной. Это реальная форма, это форма сущности, как она дана, единичная перед нами, да, вот данный конкретный человек, вот данная конкретная собака. А Эйдес – это та форма, которая есть в нашей душе. И поэтому, когда Аристотель говорит о созданиях, да, о поэсисах, то имеется в виду, что он тоже точно так же раскладывает его на материю форма, но там форма является обязательно Эйдес, потому что понятное дело, что когда мы создаем вещи искусственные, то мы вкладываем, мы люди, ну, мастер вкладывает некоторого рода Эйдес, чтобы создать, допустим, столы или создать здание. Ну, а парадегма я связываю с тем, что все-таки физика написана, видимо, является одним из ранних трактатов, да, и там очень много как бы вот таких отсылок к платоновской философии. Так, потому что парадегма это нечто как бы взято, некий термин взятый из платоновской философии. Ну, собственно, Эйдес тоже, но Эйдес как бы общепонятный термин, связанный с понятием вид вообще. Ну, теперь надо разобрать термин подлежащий хюпикемии, да, потому что этот термин, он связан с одной стороны как бы с материей, а с другой стороны связан с подлежащим в приложении. В буквальном смысле она и означает подлежащие, да, тут два слова разделяются, юпо это под, кейминон, кеймай это лежать, да, то есть как бы подлежит, да, то есть буквально то, что подлежит. Для того, чтобы понять этот термин, надо вот, как бы, сопоставлять его с таким термином, как юпо-стасис. Потому что юпо-стасис имеет точно такую же форму, только здесь юпо-под, а стасис от хистими, это стоять. Здесь как бы подлежащие, здесь подстоящие. Казалось бы, в чем разница? Ну, если подумать, на самом деле, вот юпо-стасис, именно подлежащие, оно пассивно, да, и страдательно. Почему? Потому что вот подлежащие, это то, о чем сказывается все остальное, и что ни о чем другом не сказывается, да, то есть оно в страдательно том смысле, что оно получает определенности, или тут два смысла, да, во-первых, в языке получает определенности, определенности, ну, от понятий. А в мире, да, является субстратом. в мире является субстратом. Что такое субстрат? Это субстрат то, на основе чего происходит изменение. Да, вот у Арисотеля очень важная тема возникновения и уничтожения, вообще изменения, она связана как раз с тем, что всякий раз изменение, возникновение, уничтожение, оно должно оно должно происходить на базе некоторого субстрата, который сохраняется. Но мы к этому сейчас перейдем. Вот эта вот двойственность у Арисотеля она не разведена, то есть одно и то же слово употребляется как бы в двух смыслах. И мне кажется, на самом деле, что вот юпостасис, такой такой пёс, юпостасис, да, он введен специально, чтобы их разделить, то есть получается, что юпо Кеймена назначает теперь, если бы в поздней философии ввести вот эту юпостасис, юпостасис означает подлежащий тот смысл, как оно циркулирует в языке, да, как некая фундамент и основа, да, фундамент, основа, ну что значит подстоять, да, подставка, то, что может было подставлено. А вот юпо Кеймена так вот циркулирует как просто субстрат, как только чистая страдательность. То есть здесь уже есть момент активности, да, некой, потому что фундамент, он на себе берет всю массу зданий, а есть уже только чистый субстрат. Вот мне кажется, как вот эти смыслы, да, были разведены. А изначально, как бы, вот само, само построение, оно одно и то же. Ну, здесь очень важно вот поговорить, почему у Рисотеля не только вот этот термин, да, термин подлежащий, как бы, развивается. На самом деле развивается также терминная сущность, да, ведь сущность есть, с одной стороны, значит то, что вот данное конкретное единичное, да, а с другой стороны, она значит первую категорию, да, вот. И почему это так, вот, следует все-таки прояснить. Дело в том, что, ну, это связано с общефилософским исследованием. Можно, как бы, начать немножко издалека, да, для того, чтобы сначала это пояснить. Дело в том, что Аристотель рассматривает в трактате о душе мышление как способность с аналогичной способностью чувствования. Но только предмет у него другой. Если вот у способностей чувственных, ну, слуха, там, предметами являются звуки, там, увидение предметами являются образы, то мышление просто предметами являются сущности формы. То есть именно с помощью мышления мы усматриваем сущность и усматриваем форму. И иначе говоря, а в каком-то отношении это означает, если мы говорим о том, что мышление, для мышления есть свой специфический предмет в мире, да, если сущность и форма есть нечто реальное, и мышление и его усматривает, да, и, собственно, как бы оно и существует для того, чтобы вот именно вот этот свой специфический предмет сущность и форму высматривать, то это означает, на самом деле, что Аристотель придерживается того, что существует интеллектуальная интуиция, то, чему отказывал в смысле познавательных способностей человека Кант. Кант считал, что такой интуиции не существует, и он считал, что все понятия, они являются нашими некоторыми внутренними понятиями, некоторыми нашими формами, с помощью которых мы присваиваем мир, с помощью которых мы синтезируем опыт. А вот арестователь считал, что в самом мире есть нечто, что соответствует нашему мышлению, и к чему мы применяем понятия. Иначе говоря, если выражаться в некотором генетическом смысле, в смысле некого генезиса, то он считал, что мы абстрагируем понятия из опыта. Причем к этому тому, что существует интеллектуальная интуиция, пришла философия, более поздняя философия после Канта и Гигеля, к ней вернулась, допустим, философия Гусерля и философия Хадигера, которая тоже восстановила вот этот изначальный смысл, что в мире есть нечто, что соответствует нашему мышлению. То есть мы можем мир мыслей. У Хадигера это выражено тем способом, что язык является домом бытия, что язык не просто является способом только фиксации, но на самом деле язык именно высматривает в мире смыслы, и эти смыслы фиксирует в языке. То есть дом бытия в том смысле, что именно благодаря языку в мире и вот эти различия обнаруживаются. Ну что это означает, если рисовать это схематически? Это означает, что существует две линии. Вот есть линия мира и линия языка. Мир устроен двухслойно. Ну что значит двухслойно? Я имею в виду, что первый слой мы способности чувственные объединяем в некую общую способность, которую можно назвать просто восприятие. Мир как бы устроен так, что передний план нам дан восприятие, а задний план, план смысл дан мышлении. То есть мир устроен двухслойно, как знак, как любой знак, как текст. И, собственно, и язык точно так же устроен. В языке есть то, что можно было бы назвать знаками, в смысле телесности, некоторого рода. Ну, слова там, либо фонетические сущности, звуки. Да, вот это вот то, что дано, можно написать как знак, да, вот. А это вот как бы смысл. Смысл знаков. То, что мы схватываем в знаки с помощью мышления. И вот между ними существует подобие. Вот, собственно, об этом и говорит Хадиль. Так вот, если теперь возвращаться к тому, что говорит Арисутель, то Арисутель, эта схема была... Не был чем-то неожиданной для Арисутеля, эта схема является очевидной. Но в этой схеме всегда возникает вот такая двойственность, да. Если у нас на самом деле есть не один порядок, а два порядка, которые друг другу подобны, вот это подобие. То всегда вот есть такая проблема, состоящая в том, что мы должны все-таки различать, да. Различать между тем, что дано в самом мире, да, и между тем, что мы имеем в языке. И не схлопывать в одном. Конечно, они подобны, но мы не должны, как бы вот, языковую, некую языковую конструкцию, вот взяв отсюда, да, вот в смысле, как бы, вот, значение в слове, принимать за то, что является самим воспринимаемым. Вот если, как бы, мы берем, допустим, термин сущность, то, с одной стороны, сущность это то, что воспринимается в сущности. Это вот то воспринимаемое, которое дано в мире, в самом мире. А с другой стороны, это есть нечто, что зафиксируемое в слове. То есть, лобос. Ну, правильно писать, каталогос, да? Каталоган. Это определение. У рисуителя есть, на самом деле, для определения определенное конкретное слово, там, горизмоз. Ну, просто горизмоз означает определение в строгом научном смысле, как данное через род и видовое отличие. А когда речь идет просто о том, что некая фиксация в языке, то речь идет просто о том, что она дано вот каталогом, да? И вот эта вот сущность, которая дана в словах, да, буквально зафиксирована в языке, и она вот относится к этому порядку. Но есть же, как бы, сущность, но ведь эта сущность, она фиксирует вот эту сущность. Мы обозначим эту сущность в кавычках, да? Она же фиксирует вот эту сущность, которая на самом деле есть реальная. Нечто реальное. Например, конкретная, конкретная, единичная вещь. Конкретная единичная вещь. Причем, вот, то, что я употребляю слово «вещь», это не случайно, потому что Аристотель такое слово не употребляет, да? Он говорит просто о сущности, как о том, что, как бы, существует. Мы сейчас так не говорим. Мы сейчас различаем явление и сущность, да? Вот у Аристотеля, как бы, вот этого различия еще нет. Мы бы сказали, что вот есть некое явление, да? И вот за явлением мы усматриваем сущность. Причем явление схватывается восприятием, а сущность схватывается мышлением. Вот наша исходная, вот эта вот, двойственная структура, да? У Аристотеля мы сразу схватываем сущность. То есть, мы на самом... Аристотель, иначе говоря, вот этот порядок мира и порядок языка, он не различает. Он не различает ни в том смысле, что он не понимает, что это разное. На самом деле, он постоянно как бы наталкивается на то, что вот он говорит одно, а получается, высказывается другое. Почему? Потому что он находится в порядке языка, как любой человек, да, и который говорит, да? И он высказывает некоторые вещи, которые как бы должны были вот по этому каналу, по каналу подобия говорить о том, что связано с миром. Но ведь время от времени он ведь говорит не только о самом мире. Время от времени он зацикливает, да? То есть он может просто находиться в порядке языка и как бы говорить о языке. То есть он, например, он, например, обсуждает определение каких-то терминов, да? И когда он обсуждает эти термины, мы не можем понять, что он имеет в виду. Он имеет в виду эти термины, да? Или он имеет в виду, опять же, отсылку к миру. Вот каждый раз вот возникает, что он имеет в виду? Он циркулирует только в языке или он все-таки имеет вот эту отсылку? Для того, чтобы это различать, необходимо вводить разные термины, да? Необходимо вводить термины, которые характеризуют саму реальность, и необходимо вводить термины, которые характеризуют язык, да? И если бы он ввел, допустим, понятие вещь, да, то тогда бы все встало на свои места. То есть вот здесь бы у нас был бы язык, да, там бы у нас были бы вещи. Но он и здесь высказывается в том смысле, что здесь есть сущность и там есть сущность. Здесь сущность отвечает на вопрос «что?», да? Вот там первая категория. А здесь сущности, они просто вот реальные сущности, реальные единичные вещи или, ну, только же вещи, тут еще организмы там живые, да? Ну, все, что составляет живое. Причем как бы в понятии вещи, почему как бы она немножко диссонирует с тем, что говорит арисургufficient, потому что понятие вещь мы прежде всего имеем в виду как раз вот те вот то, что я называл поэсис, да, как бы то, что создано человеком. Потому что вещи это то, что, в принципе, как бы вещи это то, что создано человеком прежде всего, да? Мы прежде всего именно это имеем в виду. И поэтому вот тут, конечно же, надо закавычивать. Но для того, чтобы просто объяснить, в чем состоит проблема. И эта проблема связана не только с этим термином, а проблема связана с тем же, вот, у нас был термин подлежащее, да? У нас есть как бы подлежащее випокемина. Я использую греческие термины, потому что на самом деле я, изучая Аристотеля, понял, что для того, чтобы разобраться, надо перейти на его термины. Иначе вообще ничего не понятно. Если как бы постоянно держаться своих каких-то терминов, то постоянно возникает вот это расхождение, да, между тем, что например, между тем, какие термины имеет в виду переводчик, да, между тем, какие термины имеет в виду сам Аристотель, между тем, какие термины ты имеешь в виду ты. Поэтому если удержаться все-таки конкретных понятий, которые есть у самого республики, как-то все становится в свои места. И не запутаешься. Вот подлежащее у нее точно так же раздваивается на то подлежащее, которое есть в языке. А в языке подлежащее тоже здесь. Ну вот давайте здесь подлежащее, здесь подлежащее закавыченное. Здесь подлежащее. Это что такое? Это то. Давайте определим. То, о чем говорится все другое. О чем высказывается все другое? Высказывается все другое. И которое само ни о чем не высказывается. Ну то есть иначе говоря, это определение, то, о чем высказывается все другое, и о котором ничто другое не высказывается, есть ничто иное, Ну и как просто способ, каким сообщается, что вот это подлежащее не является общим. У нас общее, оно говорит о многом, то есть не общее. Не общее, а вот такое некое родное конкретное, о котором все высказывается. Второе. Ну, это уже из разряда характеристик. Да, оно не имеет противоположного, противоположного и принимает противоположность из себя. Ну, здесь не все так просто, как бы, и выясняя вот это вот, все эти характеристики, получается, что вот Юпе Кевин, что именно материя, да, соответствует всем этим характеристикам. Ведь действительно, материя ни о чем не высказывается, она является нечемно пассивным. Она принимает противоположности, именно в материи возникает возникновение и уничтожение, вообще всякое изменение, и материи ничто не противоположно, да. И получается, вот, поэтому термин Юпе Кевин, он также используется вот в смысле этого субстрата, да, субстрата. Особенно, если дело касается физики. Тут, как бы, опять же, надо оговорку сказать, что значит физики, да, вот тут у него есть, у рисуителя есть трактат о физике, то есть трактат физика, а есть трактат о небе, да, вот небо и природа, это разные вещи, я уже говорил, да. И вот в смысле физики, как бы, там везде подлежащее используется именно в смысле субстрата. Ну что, подлежащее в смысле субстрата, это вот как раз относится к порядку мира. Да, ведь именно, когда мы пытаемся понять, что же, что может быть подлежащее в мире, мы, как бы, обнаруживаем, на самом деле, что все вот этим характеристикам, которые связаны с понятием подлежащее, как раз лучше всего подходит материя. И самое любопытное, что сам Аристотель приходит к этому вводу и удивляется, как же так, как же так материя становится подлежащей. Потому что у него ведь сущность, как я уже говорил, она распадается на три вида, да, на... Ну согласно тому, что всякое сущие состоит из материи и формы, на то, что относится к материи, то, что относится к форме, и на составное. А тут получается, что, собственно, материя является, ну, как бы, сущностью в наибольшей степени. Ну вот он, как бы, это даже, этому удивляется, и постоянно, как бы, говорит о том, что вот, должно быть иначе, должно было быть форма. Быть сущностью в наибольшей степени, но тем не менее, как бы, вот это вот колебание, оно присутствует. И в самом тексте оно, как бы, вот ощущается. Не очень понятно, как он, в итоге, решил он этот вопрос или нет. Потому что у него, на самом деле, наибольшей степени сущностью является именно материя. Да, потому что из материи все состоит. Она как раз из... Когда я рисовал про фьюсис, да, именно в материи находится этот фьюсис, именно этот фьюсис, как бы, движет все. Ну вот тут еще одну вещь хотелось бы обсудить. Мы в свое время обсуждали философию Аристотеля и сходили из того, что вот, когда говорится о том, что всякая сущница состоит из материи и формы, то мы считали, что именно форма является активным началом, и форма делает, скажем, форма шара делает медь-медь. У Игоря Данилова было такое определение. И действительно, ведь форма дает материи определенность. Потому что материя, как говорит Аристотель, она имеет вот это вот начало потенциальности. Для того, чтобы объяснить движение, Аристотелю необходимо ввести вот понятие потенциальности. Оно связано с тем, что то, что сейчас не явлено, да, но потенциально имеется, вот в виде задатка в материи, да, оно может проявиться и стать действительным. То есть вот есть некий переход от потенциального к действительному. То есть, собственно, вот этот термин, отсюда и взял этот термин телехи, да, или энергия, да. Потому что тут разница состоит в том, что энергия, это составное слово, оно как бы связано вот, то есть вот потенциальность. Потенциальность у нас в дюнамисе. Ну, буквально, возможность, можно перевести как способность, да. Точнее, возможность, способность. Собственно, потенциальность это же латинская калька, да, потенция. А эта потенциальность переходит в действительность, переходит в реальность, да, двумя способами. Как вот, как энергия И как энтелехия. И оба эти слова, они на самом деле являются основными словами, как вот энт, это предлог в, плюс, ну, тот корень, который здесь, эрго. Эрго, 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 как бы, да, это дело, то есть в дело. То есть, как бы, осуществить, что значит, быть осуществленным, значит, как бы, ну, быть в деле, да, в этого, состояться, да, как бы, исполниться, совершиться. А энтелехия имеет просто еще дополнительный оттенок, связанный с целью, потому что телос, это цель, то есть, тут два корня также, n, это n, это v, да, плюс телос, это цель. Это дело, а это цель. То есть, энтелехия, это буквально, как бы, в оцеливании, да, как бы, то есть, получается, энтелехия, это та же, та же самая энергия, но, как бы, а, ну, только, то есть, энергия, наверное, да, но только связанная с направлением к цели. Дело в том, что у Аристотеля, как мы знаем, четыре причины, да, одна причина, то, откуда движение. Ну, конечно, первая причина, сущность или форма, вторая причина, материя, третья причина, то, откуда движение, и четвертая, то, куда движение, или ради чего, целевая причина, да, и вот как раз здесь энергия, это вот связано с причиной, то, откуда движение, а интелехия связана с причиной, то, куда, да, вот, поэтому два термина, да. Теперь надо понять, на самом деле, как происходит возникновение и уничтожение. Когда мы говорили о том, что форма делает медиа, мы имели в виду, что сама форма является активным началом, именно она, как бы, заставляет, ну, как бы, дает медиа определенность. На самом деле, у Аристотеля это совершенно не так. У Аристотеля, вот, есть вот следующая, вот, картинка, да, есть некое первоначальное состояние, да, и есть состояние конечное, вот, какое, можно было бы сказать, и в терминных возможностях, и в действительности, то есть, вот, есть некая возможность, да, то, откуда движение, да, и есть некоторая цель, куда мы переходим в результате этого движения. И он различает это тем образом, что вот это первоначальное состояние, то, откуда, там, там, то, откуда, буквально, эктеноз, откуда, да, от чего, и то, куда, и есть тена. То, откуда, то, откуда, у него это связано с материей, да, Юле, а то, куда, связано с тем, что возникает составное целое, да, Юле плюс Эйдес, ну, или Марфе. В зависимости от того, что имеется в виду, что имеем ли мы в виду, имеется ли в виду сама некоторая природная сущность, или имеется в виду вот вещи, которые мы создаем. И вот он указывает здесь, что вот этот процесс осуществляет некто, да, этот некто, либо мастер, да, для искусственных вещей, да, тех, которые благодаря технике производятся, либо, либо это происходит благодаря тому, что сущность внутри себя имеет вот это стремление природное, фюсис. Поэтому, когда мы здесь пишем, вот, Юпотенос, да, то есть, кто, то именно вот этот вот, то для природных вещей вот это стремление, оно прямо находится внутри самой природной сущности. А для искусственной пищи это является человек, да, какой-то производительный мастер отдельный. И происходит это тем способом, что одно, да, материя становится другим, да, вот, составным целым, составное. Причем и оба, обе эти сущности существуют отдельно, и это существует отдельно, да, отдельно, в смысле пространственно, и это отдельно. Тут такая интересная вещь, что когда Аристотель говорит о том, что сущности бывает, в качестве сущности понимают материю, понимают форму, понимают составное, то можно было бы подумать, что он просто сущность разлагает, да, на составной части, то есть, сущность равняется материи плюс форма, а он, как бы, просто имеет в виду, что, как бы, вот, есть одна сторона вопроса, это материя, другая сторона вопроса, это форма, и третья сторона вопроса, это составное. На самом деле, не так совершенно, да, на самом деле, в буквальном смысле, как бы, он имеет в виду, что вот есть просто материя. Хотя она потенциальна, да, хотя в материи находится вот некая потенциальность того, что может потом из нее получиться. Сейчас я просто объясню, как это потенциально существует. Потому что странно, каким образом существует потенциальность, а не актуальность. Вообще, говорят, здесь есть такой интересный аспект, который каждый постоянно проскакивает и который важно иметь в виду. С другой стороны, форма. Но как форма, мы говорили недавно, что она не может быть отделена. И не может существовать как-то отделена в пространстве, отдельно от материи. Она может отделена только мысленно быть. А как существует форма тогда, как сущность. Чтобы она существовала как сущность, она должна быть хористон. То есть она должна быть отделена в пространстве. Потому что только сущности являются отделенными хористон, то есть в пространстве. Только сущности существуют отдельно, в смысле пространственные. Ну понятно, как существует составное, в этом нет никаких проблем. А вот дело здесь в том, что под материи, А рисутель имеет в виду не последнюю материю, как вот здесь, хюль, это вообще говоря, имеет смысл древесины, как древесность древесины. А под материи имеется в виду то, из чего нечто состоит. Вот, например, мы строим дом и используем для этого кирпичи и дерево. Кирпичи и дерево составляют материю этого дома. Но ведь сами кирпичи и дерево форму имеют. То есть, с точки зрения исследования, получается, что некие сущие, которые имеют и форму материи, являются составными сущими, они используются в качестве материала, в качестве материи для построительства дома. Иначе говоря, просто смысл материи, он относителен. Ведь в данном случае, в случае дома, форма дома не является формой кирпичи или формой дерева. Форма дерева и форма дома является чем-то, вот как мы говорили, сюбибикоз. То есть, чем-то превходящим, чем-то по совпадению случающим, несущественным для того, что представляет собой форма самого дома. И поэтому, когда он говорит про то, что материя сама по себе существует, он имеет в виду вот именно это. Что материя, потяните материи относительно, потому что для определенной формы дана определенная материя. Для того, какой формы такой, как дом, материя является сами по себе. Если его рассматривать само по себе, тоже чем-то оформлено. Готовим кирпичи или дерево. Так же с формой. Почему он отдельно выделяет форму? Как, каким образом форма существует? А форма существует на самом деле двумя способами. Во-первых, как душа. Вот он говорит, что в трактате о душе, что душа есть форма тела. Ну, там на самом деле первая интеллигия такого тела, которое имеют органы. Но это полное определение. Сам факт состоит в том, что мы же отличаем эту форму от... То есть душа, как форма тела, она не является формой тела в смысле пространства. Она является формой в каком-то другом смысле. Она является формой в смысле причины бытия. Это совсем другая форма. И вот как причина бытия эта форма существует. Также такой же формой, которая существует отдельно, является Бог, перводвигатель. Но мы до этого дойдем. Там тоже не все так просто. Но вот еще одна такая форма. Других форм, которые сами по себе существуют, я не знаю. Потому что... Ну, с формой труднее. Потому что формы не существуют отделенно. Да, формы, ну, в смысле пространства. Только вот кроме души, которые тоже существуют отдельно от тела. Но, опять же, как-то не в пространстве. Все-таки. И форма, которая представляет собой ее перводвигатель. Но мы до этого тоже дойдем. Ну и третье. Составное. Это понятно. Так вот, когда здесь опять же идет речь, каким образом из материи получается нечто составное целое. Каким образом, допустим, из меди, да, получается медный шар. То ведь для того, чтобы из меди получить медный шар, медь в каком-то форме, она, ну, там, безобразной какой-то форме. В виде, там, слитка какого-то. Да, она же существует, да. И арестователь буквально так и трактует этот вопрос. Что медь, она вот каким-то образом существует. И она есть вот это, да. Вот буквально то детей. Да, то есть вот некоторое вот, вот, да. На что можно пальцем указать? Вот это. И в процессе производства, да, она проходит много стадий. И, допустим, она приобретает закругленность, да. И вот это в каждом этапе, да, в промежуточном этапе, вот это приближается вот к некой форме уже готового изделия, да, вот этого медного шара. Она все равно остается вот этим, да. То есть медь приобретает форму благодаря тому, что мастер над ней работает. Но тем не менее, как бы, каждый раз она остается вот этой медью, да. То есть форма, она как бы внедряется в материал, да, благодаря вот тому, что мастер над ней работает. Когда же разговор идет о природных сущих, то сами природные сущие имеют внутри себя стремление. Они имеют вот эту фьюсис, да, которая связана, которая весь мир как бы объединяет в неком едином стремлении к благу. И вот к некому единому стремлению к благу вот это стремление порождает, ну, она не порождает тем способом, как из материи возникает целая, она порождает в том смысле, как человек рождает человека, да, как бы вот внутри. Или, как Гарри Сулей говорит, что из спермы возникает целый организм, да. То есть в каком-то отношении, как бы, вот внутри вот этого чего-то неопределенного есть задатки будущего целого, да. Вот это вот связано с тем, что говорится о возникновении уничтожения. Здесь очень важно, что привносит Аристотель по сравнению со всеми другими физиками до него. Что он вот говорит, что вот все это происходит вот такой, и возможно, только на базе вот единого чего-то, да, что он называет подлежащим. Ну, в данном случае подлежащим является, конечно, материя, потому что все происходит на базе материи. Но очень важно, на самом деле, что вот этот вот процесс непрерывный. То есть, здесь, конечно, много этапов, да, но этот процесс непрерывный. Всякое изменение и возникновение, оно возможно благодаря тому, что оно происходит вот в подлежащем. Потому что именно подлежащий может принимать противоположности, да. Именно подлежащий может принимать в себя форму. Ну, еще хотел сказать несколько слов, как бы, по поводу критики Платона. На самом деле, Аристотель критикует Платона с интересной стороны. Ну, я уже сейчас об этом, я об этом немножко говорил, просто хотел здесь просто немножко заострить этот вопрос. На самом деле, всю критику Аристотеля Платона может свести к простому тезису, да. Вот Платон, мы говорили о том, что Платон от многих, да, отделяет Эйдесы. И когда он говорит об отделении, и когда он говорит о том, что должно было быть знание, он имеет в виду пространственное, он имеет в виду, что пространственное и мысленное отделение. Он, как бы, их не различает и считает, что это одно, но он не различает их. И когда он имеет в виду, например, о том, что Эйдесы существуют сами по себе, он имеет в виду вот именно в каком-то смысле пространственное отделение, да, прежде всего. Хотя каждый раз у него колеблется, что он имеет в виду, как бы, говорит о подделенности. Да и вот критикам, собственно, если высказывать, в чем состоит существенным образом критика Аристотеля Платона, она характеризуется в простом тезисе о том, что Эйдесы не являются пространственно отделенными от общего. То есть, конечно же, у Аристотеля есть возражения в отношении того, что представляют собой Эйдесы, потому что, как мы говорили, Эйдес ведь берется Платоном в самом общем смысле, да. А на самом деле внутри Эйдесов надо было бы тоже сделать различение между родами и видами, с одной стороны, с другой стороны, категориями, да, и с третьей стороны общим понятием, да. То есть, внутри Эйдесов, которые отделяются от многого, да, тоже следует сделать различие. Тоже есть некая неразличенность, да, вот Платон этой неразличенности еще не усматривает, ну, постепенно к этому движется, но, да, ну, но все-таки, как бы, Платон находится на позиции, где эта различенность еще явно не сделана, да. Да, только у Аристотеля возникает понятие категории, понятие рода и вида, которые противостоят друг другу, да, вот категория — это не рода и виды. Так вот, тезис, аж главный тезис, да, если кратко говорить, в чем состоит критика Аристотеля Платона, она состоит в том, что Эйдесы не пространственно отделены. Не пространственно отделены, а только мысленно. То есть, вот вся критика существенная, да, то есть, иначе говоря, Аристотель имеет в виду, что, конечно же, для того, чтобы было знание, необходимо, чтобы что-то отделялось от многого, да, от сущего. Но не обязательно, чтобы оно отделялось в пространственном смысле, да. Слово «отделение» имеет вот этот характер такой двусмысленности. Она отделяется мысленно. То есть, мы можем мысленно отделить форму вещи от самой вещи. Ну, конечно, это первое возражение, самое существенное, да, на котором основан, собственно, переход к другой антологии. А у Платона получалось так, что вот как бы есть идеи, да, и есть вещи, и идеи, и вещи, они вот как-то предоположные, поэтому вообще речь идет о неком приобщении. Они предоположены, но тут пространственно различены, пространственно. Вот есть как бы мир идей, да, вот как обычно говорят, и есть мир вещей. И они отделены пространственно. А если люди говорят, что они пространственно, они так не отделены, они только могут быть отделены мысленно. Это первое замечание. А второе замечание, как я уже говорил, да, о том, что вот у Платона, ну, он в диалоге Парминит говорит об Эйдесах, На самом деле потом он как бы показывает в диалоге Парминит, и можно послушать это видео, да, о том, что вот Эйдесы, для того, чтобы вот иметь представление о неких отделяемых Эйдесах, необходимо как бы перейти к рассмотрению того, что они представляют собой роды и виды, да. И уже в диалоге софиста он уже под Эйдесами понимает именно вид, да, по отношению к роду. То есть у него уже, собственно, то, что раньше называлось отделенным от многих, представляет собой роды и виды, да. Но вот эти роды и виды – это недостаточный разговор об Эйдесах, потому что ведь у Платона здесь в Эйдесах смешаны. С одной стороны роды и виды, ну, это правильно, да, с другой стороны категории, а с третьей стороны общие понятия. Общие понятия – это добро, красота и так далее. Так вот, вот когда Платон говорит о том, что большесть, великость или малость там как-то с друг другом соотносится и так далее. Ведь это не что иное, как категория отношений. Категория просит и за это критикует его, ну, в явном виде критикует его Аристотель, да. Ну вот два существенных возражения философии Платона. То есть первое состоит в том, что идеи и вещи, да, в общем, если под идеями брать вот в самом общем смысле общие, да, общие понятия, как мы бы сказали сейчас, общие понятия, то они не отделены пространственно, да, вот. И отделенность их понимается только как отделенность мысленная или отделенность языковая, да. Это первое возражение. Второе возражение состоит в том, что вот в этих идеях, да, вот в Эйдесах необходимо как бы тоже провести различия. И это различие связано с тем, что с одной стороны есть роды и виды, с другой стороны есть категории, а с третьей стороны есть общие понятия. И нельзя их как бы вот рассматривать в некой общей куче, да. Вот так вот, собственно, критика Аристотеля Платона в самом простом и наглядном виде, потому что все аргументы, которые он приводит, они на самом деле являются просто развертыванием вот этих двух тезисов. То есть просто реализации их в плане, ну, конкретных возражений, да. Можно же привести конкретные возражения, то есть взять, почему категории не являются. Почему категории надо отделять от родов и видов. Категории не являются родами и видами, да. Например, прости, как я говорил, да, категории отношений, там. Или категории количества, да. Вот надо рассматривать отдельно. Продолжение следует... Продолжение следует...